тадам всем большой привет так я надеюсь не очень криво друзья всем большой привет я всегда здороваюсь еще даже когда еще никого нету потому что потом когда люди смотрят записи прямые эфиры и я всегда вижу людей которые сидят и ждут чего-то там на экране не не разговаривают поэтому друзья всем большой привет я только что выходила в прямой эфир на youtube и я совсем вообще забыла как это потому что там все таки я виду давно этот мою мой любимый канал но уже давно давно не было здесь у меня более активная площадка поэтому друзья всем большой привет я надеюсь у вас все хорошо я немножко волнуюсь потому что оказывается как бы записывать рилсы очень удобно и быстро вот не так как бы люди вот если у вас есть вопрос о бельгии или вообще вопросы задавайте там не на этом окошко есть я пока я уже давно как говорится не выходила в прямые эфиры ну ну ладно хотел бы youtube но вы решила здесь ладно как у вас всех дела напишите откуда вы меня смотрите из какой бельгии или не бельгии с какой страны буду очень рада этому если напишите ну просто наверно представлюсь меня зовут вероника как вы уже заметили по блогу я уже примерно 25 лет живу в бельгии я меня сюда перевезли я недобровольно приехала бланкенберга брюхи антверпен хуларт о супер все из разных регионов брюссель я меня сюда перевезли то есть я не это не был мой выбор я не выходил здесь замуж за кого-то то есть я не не ехала сюда то есть там по работе или замуж выходить так что я не как бы сюда перевезли в возрасте 14 лет поэтому я такой же коренной житель стараюсь не забывать русский язык учить ему его вот опозорилась уже ладно учи учу детей обязательно русскому языку и дом мы общаемся на русском почему я считаю что что языки важны они вообще не важно какой у вас ваш родной язык вы должны его помнить не забывать и учить ваших детей даже если ваш партнер например говорит на другом языке бельгийц или там куда он француз не забывайте родные родной язык это очень важно потому что язык все-таки помогает нам расти и пожилом возрасте по идее там не знаю больше мозг работает хорошо мы переехали сюда из подмосковья то есть я там уже было не было очень и очень давно то есть я была там а сегодня раз и так как вы здесь долго жили у нас не было документов и поэтому я без документов не могла туда поехать а сейчас так вообще с короны там было и я живу велье 25 лет здесь уже получила образование живу как говорится под адверпаном я вообще не так много смеюсь на прямых эфира как запомнить нидерландский язык ну во первых про нидерландский язык я вообще хочу отдельное еще раз провести прямой эфир вообще записать пару рисов потому что вы никогда его не запомните если не будете как говорится его использовать я когда долго-долго тут желали 10 пока я не начала работать на этом языке я и считала что говорю очень плохо и из-за этого я не смогла закончить высшую школу то есть я пошла поступила сначала на бухгалтерию то есть аккаунт фискалитет для меня это просто было не под силу то есть это было очень тяжело я вообще не понимаю если у меня были знания сейчас которые у меня сейчас я бы конечно мне бы было проще поэтому мой нидерландский очень очень долго хромал и когда я только вышла на работу тогда я уже можно сказать сговорила как бельгийка потому что именно я работала кстати у меня самая моя была такая трудная работа это было трудно и хорошим ее недооценивают я работал в бельгии как call center midwerker это в call center оператор то есть вы понимаете так много вопросов спасибо очень много вопросов это хорошо про города обязательно расскажу про французский про оператора тоже кстати это классная работает все думаю что такая низкая что это вообще ну мега плохая работа абсолютно нет это прям идеальная работа туда берут с высшим образованием туда берут людей у кого есть хорошие языки то есть вы туда не просто так не попадете потому что там проходите вы селекции вас селектируют вас проверяют на ваши коммуникальные коммуникальные данные я там очень многому научилась особенно я научилась слушать себя мой нидерландский английский язык потому что самое классное в работе оператором там постоянно идет обучение и вы слышите то есть вот вы работаете общаетесь с клиентами да и самый прикол что абсолютно все ваши разговоры записывают на ну голосовой вы знаете и вы когда например звоните куда-то вы слышите что практически везде записывают ваш разговор если вы как клиент звоните или как работник всегда практически записывают ваш разговор в чтобы учиться улучшать как говорится себя и так вот очень часто видят меня заставляли слушать мой нидерландский английский разговорный это было отвратительно это было самое вот самое ужасное что я могла слышать потому что во первых вы говорите не своим голосом на нидерландском языке у вас совсем другой акцент у вас даже меняется произношение вот я очень многому научилась именно от работы оператором потому что она меня прям все ужасные ваши вот вы что вы слышите наверное вот говори разговариваете вы слышите а когда вы разговариваете слышите потом слышите это знать когда за запись на не за там на чем-то и вы прослушиваете и вам ваш менеджер делает замечание том что вы делали неправильно это конечно поэтому я знаю вообще про язык конечно как надо общаться с людьми как нужно правильно выговаривать как нужно продавать и так далее то есть я прям мне кажется эксперт мне даже был главный менеджер на моей новой работе такой тебе надо в селс работать я долгое время думала об этом но потом конечно передумала потому что селс это же жесткач я считаю потому что это холодные звонки это постоянно получать постоянно получать отказы несмотря на на вещь ваш позитив это потом кстати рам после работы оператором у меня про когда продвигали я стала уже там обучать людей моих коллег и вы знаете я получила первые вот первые дурнал они бурнаута и вот эти первые панические атаки были именно из-за этой работы она была классная я многому научилась но она была стрессовая я все всю все проблемы клиента брала домой и ночами не спала решала всех все там вечно я была строгим но хотела всех всем угодить так я сейчас посмотрю ваши вопросы насчет французского французский язык выучили французский я могу с гордостью сказать что я могу понимать французов я франкофонов я имею ввиду ведь бельгии это вообще что-то с чем-то этот французский и нидерландский тоже так что не переживайте если вы не не знаете нидерландский язык бельгии как бы это не странно как бы не не знаете не понимаете трудно вам это нормально потому что бельгийцы между собой друг друга не понимают они друг то другом смеются потому что вот в с ландра например это без ландра это восточная фландрия насколько или северная 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 наверное они 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 смеются над лимбургом лимбург смеется надо двер по нам антвер пан там самые там крутые у них там антвер по над рост из парки ну короче вот поэтому насчет французского французский обучила я его понимаю если надо я вот ко мне пару раз уборщицы приходили которые не говорят на нидерландском языке заметил кстати очень часто приходит уборщицы которые не говорят на нидерландском языке мне это конечно не нравится потому что я не знаю все слова на французском поэтому приходится конечно умудряться как-то объясняет вспоминать и но когда работаешь на английском то что я работаю на английском языке на нидерландском с коллегами и естественно веду блок на русском языке общаюсь с русскими с рус на русском с детьми и конечно в конце вот когда она уже меня мозг устает и я уже не могу на французском отвечать вообще то есть когда с утра я еще могу я еще могу что-то ответить а вот к обеду я ей на английском уже французский вот тоном пыталась это было ужасно но это было смешно я говорю я у меня уже митингов несколько было вот совещание на английском там я уже говорю я уже не могу просто ответить вам на я уже не знала как я объясню какой город бельгии вам больше нравится во первых я обожаю город лир я не знаю почему во первых потому что это не центр центр я не люблю больше я не люблю брюссель я исключен или в не очень люблю больше antwerpen это мои личные страхи и не страхи но antwerpen я еще более-менее могу переносить в брюссель я уже не пишу нашу вообще ссоре всех жителей кто там живет я опять же не никак не могу обидеть не хочу то есть это выбор каждого но лично я например брюссель меньше люблю поэтому я люблю город мир это замечательный город там есть река прям городе он похож на брюги брюги тоже очень люблю когда вообще всегда принципе мне кажется все любят брюги еще люблю хаслд хаслд это столица лимбурга очень красивый город там я обожаю лимбургский акцент я люблю просто люблю хаслд там я училась ходила в школу и вообще там прошло все мое детство потом я была в лёвине жила и в лёвин тоже очень люблю но не хотела больше там жить да и там принципе жить невозможно уже потому что безумно дорогой город поэтому кто успел там купить недвижимость квартиру дом молодцы средняя цена сейчас за квартиру ну за жилье там более 1000 евро 1085 евро в месяц и они опередили antwerpen друзьям я надеюсь я не очень уставшим выгляжу меня опять 4 утра разбудили дети посоветуйте пожалуйста словарь русской нидерландской чтобы именно подходил в бельгии но есть вы хотите просто книжный я вообще не помню когда уже книжным словарем пользовалась я пользуюсь переводчиком во первых во вторых чат gpt я не верю я не использую как бы его просто но онлайн наверно какие-то искать а так у меня есть несколько книг которые перевод там нидерландский русский но опять же я я их 10 лет уже не видела в шкафу лежат они вот у меня как это просто моль и когда-нибудь точно съест не могу посоветовать но есть обязательно сходите в библиотеку там бесплатно все просто приходить делать абонемент даже не делать абонемент придите погулять по местной библиотеки посмотрите книги понравится вам библиотека ваша возьмите абонементом 5 евро в год стоит вообще там не знаю ли сколько там уже мое время был 5 его и берете там эти уходите зубе заберите эти бесплатные переводчики пожалуйста и не покупайте это все дорогое безумно в бельгии просто безумно 25 евро на книга может стоить есть еще так улыбочка западная западная вот так друзья вопрос есть даже жители соседних деревень друг друга стебут диалект да да это вы знаете я фрик от бельгии вот реально я такой человек вы наверное такого русскоязычного не найти хоть но все во все бельгии я знаю все их сериалы фильмы передачи я люблю именно их даже муж смотришь а я люблю и компас я люблю и хотел романтики зубу звук троу и там и по андерман зак а то есть я смотрю их передачи не только чтобы вы знаете просто тупо смотреть что-то я люблю смотреть на людей как они реагируют абсолютно стереотипа где которые будут думают русскоязычные они полностью не соответствует тому что есть на самом деле люди вот привыкли там думаешь и люди вот едят фриты или там вот они все женщины неухоженные толстые об кстати об этом запишу отдельный рилс у меня уже написано сценарий что абсолютно мне не нравится как многие русскоязычные снимают там бельгии к и полных например блин у нас в наших с национальности как будто нету полных людей и вы думаете что им не хочется похудеть вот у меня очень это интересно но я вам скажу один один одну единственную разницу между ну как бы нашими странами и здесь здесь нету других примеров здесь женщина должна не только собой заниматься у них в три с половиной в три месяца женщина уже выходит на работу а какой вообще внешности может тереть они должны прийти на работу они должны отдать ребенка маленького в ясли они должны успеть все по дому они должны отвезти потом на кружке старшего вы заметили что у бельгийцев молодых часто по двое детей то есть они тоже разрываются и у них нету в приоритете вложить свои деньги в губы в там сиськи или не знаю что там прям востребовано я не посмотрю инстаграм и я думаю ну то есть когда я возвращаюсь после каникул в бельгию прям реально я такая все все нереально я ну как бы я тут чувствую себя реально классно потому что здесь нету культа внешности за который вот раньше в 14 лет я в 14 лет я носила каблуки в 14 лет носила юбки носила какие-то блузки как тетка понимаете потому что я жила в россии и там уже с нашего с детства на как-то набивают вот какую-то ты так должна выглядеть ходить на каблуках ведь мне одну девчонку здесь ну 14 лет на каблуках ежедневно и в мороз я помню ходила без шапки какой-то курточки на каблу чищах в 14 лет вот в 13 даже потому что я же приехала сюда в 14 значит до 13 я уже там находилась на каблуках поэтому и поверьте все бельгийки которые выглядят ну я не хочу никого обидеть я тоже не очень довольна своей фигурой даже если мужчина тут смотрят если вы видите женщин которые ну да возможно в шортах возможно там с целлюлитом это не значит что они чувствуют себя свободно и они хотят там показать себя вот такой я общалась такими девочками которые очень с большим весом и она мне она только потом открылась ты знаешь у меня вот реально я себя чувствую не очень хорошо и у меня проблемы с питанием и я стараюсь детям сладкое не давать и то есть я знаю что вот эти как вы говорите или там кто там из блогеров говорит что они такие расколопаются им пофиг как они выглядят это абсолютно не так потому что здесь нет такого количества примеров как вот у нас там в наших странах ведь там каждая вторая пытается и себе и и ногти и волосы потрудила она уже должна быть худая я помню уже свои эти когда я родила или не родила или все только русскоязычные всегда мне говорили ты что поправилась ты уже беременна и типа так поэтому не как бы не слушайте все что в интернете там говорят там что типа все такие свободные и выбирают там себя и легкость нет они просто свыкли свыклись они не просто не хотят иногда уже больше этим заниматься потому что они не могут это сделать это тяжело похудеть тяжело а здесь культ пятница ты просто за 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 мотался за всю неделю замотался настолько что ты хочешь пойти с детьми во фритюрницу купить эти фриты все дети это любят все родители довольны вот они готовят не готовят пятницу в субботу там иногда два раза в неделю иногда один раз они идут в этот фритюр и вот набирают вот эти горы фриток и это их выбор потому что за всю неделю я скажу вам то точно я готовлю каждый день там по три раза я работаю у меня двое детей пуш у меня хобби еще побег бы этого дуя три раза готовлю у меня шикарные завтраки у меня обеды детям всегда у меня всегда горячая на ужин но выходные я тоже хочу отдохнуть и у меня тоже был такой вот зик что в пятницу я прям шла во фритюрницу и вот там покупал этот фастфуд и мне уже было все равно потому что я тоже очень устаю и естественно это нехорошо для фигуры от нехорошо для здоровья но как бельгия это надо пахать бельгии очень много надо работать если вы хотите жить хорошо есть люди которые долгое время живут на социальном пособие этот их выбор вот и я никого никогда не осуждаю за какое-то время какое-то время я тоже сидела на пособии но я никогда не хотела сидеть на пособии долго потому что это абсолютно тяжело в основе я постоянно требуют там отчеты что ты делаешь ищешь ты ля боту эти же деньги если вы бельгийц или на долгожитель бельгии вы должны будете вернуть то есть для вот те которые имеют временное вот временное ну временную временное проживание или там которые только приехали естественно они не будут возвращать деньги а вот если я вот сейчас пойду в сын мне не дадут его во первых они скажут вали работать ты не инвалид и не больная ты нет мне не дадут пособия ну я уже себе заработала стаж естественно если меня уволят или если меня уволят это запомните бельгии вам ничего просто окна и блюдечки никто не принесет только если вас уволят за там не какой-то там причине в чем виноваты вы то тогда вы имеете право на пособие если какая-то там например воровство эта проблема вы что-то сделали не так вам не дадут пособия потому что вы виноваты в вашем увольнении так же если вы уволитесь сами вноваты вы будете санкционированы на то что вы уволились и не нашли вовремя работу вот потому что это меня я опять же стараюсь рассказывать всегда случаи жизни то есть все что я рассказываю со мной произошло я смотрю все что я рассказываю про книги про там передачи про бельгийцев про как они рассказывают как я все это знаю из личного опыта так же как и хочу было то вот увольнение когда-то уволилась я меня санкционировали на шесть или восемь недель то есть мне не платили деньги ну принципе у меня муж содержал в тот момент у него еще были какие-то но я имею ввиду он еще зарабатывал не еще как-то странно я говорю он зарабатывал то есть я думала мне дадут и мы как-то еще как-то могли и еще самое главное у нас была очень дешевая квартплата мы жили в вильворде платили там вообще копейки поначалу это было 400 евро 500 евро то есть вообще были копейки естественно сейчас мы бы уже не смогли если бы остался только муж с одной зарплаты у нас кредиты и машины и дети и вот это все не нам надо двоим работать я считаю я считаю муж считает но я все равно работа 4 5 несмотря ни на что так вот я уволилась меня санкционировали на 6 8 недель я ходила там и добивалась из профсоюза и пыталась там выбить эти деньги уплакала и вот я переживала и говорила что я не знала и я такая глупенькая вот простите меня нет нет законом прописано если вы уволитесь уволитесь вы сам дурак если увольняют вас вы имеете право на пособие и она в принципе примерно 80 процентов от вашей зарплаты что отлично его за это время можно вы в принципе можете нормально найти работу в принципе меня сразу как говорится я только осталась свободной без работы меня ну как бы я уволилась это к дуну поживу для себя такая ну что вы подумали мне сразу же нашли работу интерим позвонила я сразу нашла работу ладно оттуда уволили меня но это была интерим работа но все равно и из этой то что уволили меня мне дали пособие да мне надо дали пособие по безработице и она была классная я такая тоже думаю все наконец-то я наконец-то смогу отдохнуть вот не буду работать буду сидеть на пособие что же вы думаете если у вас такой скачки сначала вы уволитесь и сначала я сидела в декрете до двух с половиной лет потому что у меня был такой вот я выбрала себе сидеть в декрете до двух с половиной лет я такая вот наша мама вот русскоязычная буду я еще отдавать моего ребенка в ясли вот такая вот паническая атака у меня была на то что кто-то будет трогать моего ребенка это у нас у всех такая зиг по я общаясь полностью поменялась абсолютно абсолютно ну как бы бельгийский меня менталитет стал и чё я там рассказывала то я забыла опять у меня мысли скачут все вечно хочется рассказать так вот да я в не дали это пособие по безработице так этому все посижу хотя бы месяцок отдохну ради себя пожить что же вы думаете в ней тариф сразу звонит и говорит у меня нашли тебе классную работу прям как ты хотела как мечтала и так а ну ладно попробую не поверите просто работа просто моей как говорится вот когда я прорабатывала себя кем и хочу работать мои приоритеты я прям приз прописала себе зарплату и что надо и что не чтобы было недалеко дома и так далее ведь когда я увольнялась с работы оператором я же почему увольнялась потому что это было в левине работа в левине я жила в вильворда и вот это расстояние я и так уже по я и так паникер вечно по жизни поэтому поэтому я не представлял как я буду из вильворда ездить есть в левин и не забывайте что работа оператором это не нормативные как-то не нормативный график это значит что вы начинаете иногда в 10 иногда в 11 до ночи там до восьми максимум потому что иногда с девяти часов кажется начинается смену ночной ночная смена поэтому я не хотела и либо иногда с 8 утра и я просто не представляла поэтому как бы я искала работу другом и не подписала контракт потом уволилась и не делать так так вот как вы познакомились с русскоязычным мужем бельгии как все раньше знакомились как пика сейчас не раньше мы знакомились через пардон за мой глоток я познакомилась с ним через я поставила лайк на его фотку фотку где он там был на мотоцикле или что-то это на форуме назывался теремок кто бельгии давно знает этот этот форум или беседка беседкой теремок у нас и всех были там никнеймы и я вот как-то фотку лайкнула его он меня как-то запомнил все он сказал все это будет мы вот странно вот лайк один его прям зацепил и я отчет написала его там под фоткой ой какой мужчина ну тогда мне было лет 20 наверное короче это было очень давно и вот я ему запала вот он меня запомнил вот представляете судьба потом как-то стал популярна сайт одноклассники я вообще как бы там ну какое-то время сидела но я вообще не понимала этот сайт абсолютно как-то чё-то у нас просто бельгии были другие сайты этот теремок и эта беседка и потом еще кстати вконтакте сидела у нас тоже был какое-то время ну а еще аська была ну вот эти все и ну это опять же там недолго сидела и как-то опять и где-то увидели фотку и что-то перестали переписываться и самый прикол что в этот момент я знакомлюсь с девчонкой я с ней познакомилась в момент что я с ним познакомилась оказывается они друг друга знали я с этой девчонкой договорилась первый раз встретиться поехать с ней на дискотеку представляете раньше еще были у нас дискотеки русские когда-то ну это прям что-то было и терр дискотеки до сих пор нервы никто не может больше организовывать потому что из прошлой жизни терпи не ну это просто был постоянно какие-то драки постоянно кто-то кого-то бил какой-то кошмар был постоянно ну ладно это то еще до были дискотеки когда-то здесь и самый прикол это был самый прикол что я с ней встретилась она горит у меня там знакомый подвезет а я как раз мужу ладно я тебе пошла с подружкой на дискотеку пока и это было так ну короче он приехал за мной на какой-то там автобусную остановку она сидела спереди и вот сидел впереди за рулем а я такая на него смотрит к душе за армянин приехал короче это было так смешно потому что ну как бы но темные у него волосы и я такая думаю что с кем она приехала ладно это мой нервный смех потому что до сих пор как вспоминаю его и такая я такая думаю что теперь делать куда я попала не знаю людей села в машину а потом смотрю думать что за лицо знакомые смотрю в зеркало ну что происходит почему знакомые лицо и в конечном итоге он говорит ты же на дискотеку собралась вот я тебя отвезу представляете вот так и познакомились это было так смешно просто это было смешно потому что ну как бы он вы познакомились с ним на онлайн но потом в конечном итоге он приехал приехал за мной подругой опишите тремя словами бельгийцев это мое личное видение о бельгийцах по мне они очень дружелюбные открытые вот реально кто бы сказал что они закрытые но с одной стороны они закрыты и потому что вот например у меня нет подруг бельгий вот сколько бы я с ними не общалась с мамочками то есть у меня нету бельгийских подруг также нет этих бельгийских подруг мы и у моих подруг вот для меня они очень дружелюбны и открытые и они всегда как-то вот прям на каком-то позитиве вот я не знаю как вам это объяснить но с кем бы я вот не начинал разговор у них всех так они все какие-то темы переводят вот прям в шутку или там даже они спокойно могут шутить на свое здоровье или там на на но не своем здоровье я имею ввиду даже вот когда война началась тоже они там ты сидишь там вот я типа типа из россии но я там никогда не жила там вот таки то нет мы же не тут там а мы там с волонии там не дружим и тоже смеемся ну короче там какое-то вот такое у них легкое отношение ко многому еще мне очень нравится в их характере то что вот я реальному чему научилась это то что копить деньги копить деньги и понимать что дом это очень важно потом свое место покупка дома это прям самое важное ну как бы и кажется здесь бельгийцы рождаются вот реально у них одна цель купить себе жилье ну вы поймете это потом потому что здесь безумно дорого вот эти дома престарелых и это инвестиции их в надежды что они будут старенькими и они все-таки смогут жить в своем доме если они смогут они смогут его продать ответила на ваш вопрос или нет короче дружелюбные они очень очень вот как 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 бельгийцы относятся к иностранцам быть отлично но они против иностранцев которые гадят которые портят все бельгия очень повысилась вот сейчас в лавсбалан они очень на высоком рейтинге потому что бельгийцы готовы все отдать они очень любят помогать другим людям они всегда вот когда случаются какие-то проблемы они всегда свои последние дни то есть когда вы когда даже благотворительные какие-то проходят акции вот под новым перед новым годом там миллионы собирают миллионы какая-то проблема они там на лекарства собирают друг другу то есть это я прям я вам потом рил запишу что в бельгии нет вообще негативного какого-то влияния в телевизоре я хочу вот вся плохо чувствую я всегда смотрю в передачи у них все такое душевное прям душевная прям я не могу это описать потому что все всегда замечательно все передачи у них какие-то прям слишком хорошие сейчас я смотрю хотел романтик ну прям там иногда слезы на глазах потому что это бабушки дедушки ну вот бельгийцы настоящие ищут себе пару и я не рассказываю там что у них там любовь себе всей жизни было там например и вот и супруг умер там за канкер или рак или диабет или что-то ингрид ну вот я не хотела там идти искать себе партнеры я вот так люблю так она такая плачет но я вижу что это искренность и то что вот прям на шоу это прям пожилые люди это не это не шоу естественно везде где-то есть шоу естественно ну вот я прям когда хочу себя почувствовать хорошо я смотрю в передачу бельгийцы бельгийцы а то есть хорошо когда станции вы посмотрите сколько иностранцев брюсселя тверпани все друг другу они как только вы знают что ты иностранец индиви сразу спрашивает вопрос а как там а что там вот я был в россии там я был я знаю эти слова у меня сразу там коллеги там сто раз уже шутки пошутили а ты вот ну короче они постоянно они всегда найдут чё что сказать я не готовлю но выматываюсь так что согласен здесь иной ритм жизни да я не знаю да вот здесь совсем как бы надо постоянно быть в экшене но это опять же мне даже даже люди которые не работают мне кажется нет у них такой ритм звучит сижу вообще так что спасибо вы мужчина поддерживать что даже вы не готовите уже сам и устаете так есть еще о кем вы работаете недавно подписалась валерия не знаю вы еще здесь или нет я работаю как экспедиатер мастер-дата администрейтер у меня две функции но в этих двух функциях у меня три функции я занимаюсь возвратом товаров товаров которые были куплены и они у некоторых дистрибьюторов есть возможность вернуть их обратно я не рассказываю в какой фирме раз как работаю в каком городе я работаю это все считаю никому вы не должны это рассказывать из личной безопасности также вы не имеете прав не вы не должны никогда показывать свой паспорт в интернете вы не показываете кто ваши клиенты кто там ваш адвокат вы не показываете кто ваш я даже не рассказываю кто у нас кто у меня у кого интернет покупаю я не рассказываю к кому мы берем электричество понимаете почему потому что вот недавно мне сестра присылается ватсап не к пожалуйста помоги вот мне прислал имел какой-то адвокат что мне срочно заплатить вот эту сумму что я там подписал к это устный контракт и чуть делать это посмотри фэйк и фэйк игры фэйк у тебя там там не стоит ни твоей фамилии просто кто-то откопал ее номер или имел адрес и начали присылать от имени адвоката зная ее имя просто имя без фамилии и номер телефона если бы она была дурой она бы взяла кликнула бы на этот сайт потому что люди от страха делают ужасные вещи никогда не берите трубку когда вам ну живя в бельгии в какую стране но я в бельгии никогда не беру трубку незнакомого номера я никогда не возьму трубку даже когда сводится привата никогда я никогда не отвечу на имел который мне пишут и пытаются мне какую-то заставить меня кликнуть на ссылки не когда я прохожу эти курсы по сайбер и бельгает или cyber security ежемесячно поэтому я вообще такое вообще на дрыщик быть уладно не буду говорить плохое слово так что я работаю у меня три функции так посмотрим друзья я уже буду закругляться вероника один раз я подписала вы что дашь сыночек вы обиделись на меня сказали что это мой сынок вы показали свои дети мы смотрим с интервью ведь а окей то что вы пишите про моего мои про моих детей на ваш ребенок я этого не понимаю потому что я не не из узбекистана поэтому когда мне пишет это море как бы я да иногда я показываю своих детей что я не хочу делать иногда ну как бы не иногда иногда я показываю иногда нет но это как в мои дела мое мое дело но это не значит что это ваши дети правильно и да я могу обидеться я вы знаете очень часто кто ну я не обижаюсь я считаю что негатив нужно блокировать когда мне кто-то пишет без уважения просто мне там недавно в комментарии написал я тут не вы люди вы меня не знаете если вы не используете вы а сразу мне ты если не говорите здравствуйте просто не спасибо когда вам отвечаю в директ то я блокирую людей потому что мне не нужны подписчики которые с которой вот мне недавно написала женщина с такой с такой просьбой я не сблокировали потому что она знакома и она писала мне такой с просьбой мол смотри моя ситуация такая так давай-ка найди всю информацию по этой ситуации игры ты тетечка не оборзела как бы приходить мою жизнь мой блог чтобы я за тебя искала информацию люди научитесь искать сами это просто такое у нас подарок мы живем мы можем найти абсолютно всю информацию поэтому не правда не запрашивайте меня там присылать свою проблему я должна ее решить людей вы мне ничего не платите никто мне ничего не платит за то что я вот верился все это записывал от чистого сердца потому что я хочу чтобы были информированы что такой штраф есть что например там прививка от полио я не буду выговаривать потому что много пришло сообщение в директ что я неправильно выговариваю даже насчет этой прививки но друзья я рассказываю чисто то что в законно здесь и мне там несколько человек написали что я вру что можно отказаться от этой прививки что мои дети не привиты русскоязычные игру быть я например не хотела бы что мою классе были непривитые дети я никогда не буду мы и блоги рассказывать про то чтобы вы знаете я считаю что вот прививки они плохие не при нет никогда я за то чтобы люди сами думали об этом о том что я никогда не буду советовать вам что-то сделать это ваш выбор друзья то что я рассказываю в своем блоге это чистая информация для вас как говорится взяли подумали пошли искать сами не надо мне писать то что я вру это просто чисто вот дешли алгемен плюс очень часто это мой опыт ведь у меня дети есть я тут 150 лет живу я здесь работаю здесь я училась в школе у меня знакомые есть бельгийцы я работаю ну как бы я не могу врать вот просто это же самое что ну женщина приехала спустя год она ведет блог она такая рассказывает что все бельгийцы там бельгийцы они бельгийки они такие открытые алики за раскрепощенные показывая голые ляжки целлюлитные женщин не зная их лично и говоря что они такие нет все мы все абсолютно женщины они они также стесняются они также хотят себя улучшить просто у нас здесь бельгии для кого-то шокирует как выглядит женщина потому что здесь нету культа красоты как у нас до сих пор я здесь живу мне хочется красиво одеваться мне хочется каждый краситься потому что это в нас заложено с детства здесь нету такого с детства приучают купить дом найти работу получить образование вкладывать свое здоровье ходить на спорт ходить на футбол да есть фриты по выходным и даже самые главные футболисты велосипедисты они первым делом что они приезжают из своих командировок первым делом они идут во фритюрницу почему нет это их выбор она это говорилось почему не хорошо сидеть декрете до двух с половиной лет потому что здесь не принимается это это принимать вам потом надо либо и работать самостоятельно либо хорошо себя уметь продать и за два с половиной года в забрать забудете абсолютно все языки я говорю это из опыта я забыла нидерландский я отупила дома пардон потому что вы будете с вашим сыном или дочкой либо разговаривать на каком языке на французском на английском здесь бельгии надо знать два минимум языка иностранных если опять же у вас есть цель работать на хорошей работе получать хорошую зарплату путешествовать когда вы захотите не откладывать не экономить на не ходить в алде постоянно например а хотите питаться нормально как бы не то что в алде плохо я сама я вообще такой шоппинг у меня везде по всей бельгии во всех магазинах я всегда люблю покупать продукты все сравнивать но я опять же говорю до двух с половиной лет это практически невозможно кто вам будет платить и мне платили пособие когда я сидела декрете но это был с нами с мужем осознанно выбор мне платили 100 100 евро 100 150 евро месяц 150 евро плюс детские деньги на тот момент было 90 евро вот представьте у меня 300 евро ой как я как я как я во всем себя откладывала отказывала мне не было ни ногтей я красила голову сама курицу я покупала покупала замороженную в алде потому что у меня не было денег на продукты на такие которые я могу сейчас себе позволить не скажу что мы едим икру каждый день или черную или я к черную ни разу не ел но опять же если вы хотите жить и не покупать ягоды например ягоды дорого стоят иметь овощи в доме это все дорого стоит хотя да если поискать то можно если у вас только есть на это время не искать по всему по всей бельгии дешевые продукты это ваша ваш выбор мне хочется просто по я заехал после работы в магазин первого попавшийся купить самому хорошей еды в плане продуктов то есть овощи фрукты конечно это все это навар я знаю там но у меня нет другого выбора я еду с работами нам быстро купить продукты я не буду думать так алди там не надо заехать туда чтобы сэкономить 2 евро или там 10 понимаете поэтому здесь не сидят бельгийцы до двух с половиной лет потому что невозможно финансово есть сидят только если хорошо муж зарабатывает и и скажу что мой муж плохо зарабатывает но он может меня содержать полгода но я не хочу сидеть больше стекреть так долго с ума сойти опять же выбор каждого хорошо что вы называете войну войной стану с вами да я вы знаете не вне было то есть я стараюсь эту тему не затрагивать почему это важно потому что я одно что слово скажу все перевернуть поэтому просто называю как есть как вы же на меня подписываетесь ради бельгии потому что я вам понравилось правильно вам нравится как я передаю информацию подписывайтесь меня потому что у меня ну у меня какие-то там взгляды или что-то правильно вы хотите получить информацию я вам эту информацию предоставляю я вам я вам не дру не не лезу в дружбу вы вам не обязательно со мной дружить или ну я надеюсь что вам все-таки немного нравлюсь потому что это важно если вы подписаны на блогера на какого-то или на человека если я вас раздражаю пожалуйста удаляйтесь потому что вы в итоге в конечном итоге вы пишетесь или напишите мне гадости его звуки шутка шутка ладно я люблю поржать я люблю посмеяться и откройте письмо анонимно да вот правильно хорош совет приветики таня добрый день очень рада вас слышит спасибо что вы посоветуете тем тем который недавно бельгии с чего начать жить не вас такая возможность вот я прям вам завидую у вас такая вас все блогеры у вас бесплатно виза насколько у вас есть деньги или вообще это здесь столько бесплатного у меня не было денег я путешествовал по всем городам это первое что вам надо понять менталитет бельгии понять что что вам надо единственное что вам надо в бельгии то выучить языки вас не будет образования вы будете знать языки вас с руками оторвут в любой профессии ну кроме доктора конечно нам надо дальше учиться но поверьте во во многих по многих направлениях во многих карьево вармой вармой все заговорилось сколько же онлайн то я даже не вижу во многих компаниях вас готовы учить куда я устроилась и даже не поняла что что от меня хотят вообще че че за вакатуру я прочитала такая да и начала себя продавать почему я им нужно так конечно перед этим я изучил их сайт там сказала я в восторге я в шоке от вашей компании я вообще что вы делаете то вы меняете мир любите себя таки ну короче так что начинайте с того что просто открывать для себя бельгию если вы в планах здесь остаться и мой самый первый вам совет учить языки все английский французский нидерландский если вообще хотите быть супер учить еще немецкие немецкие вообще тут здесь много дистрибьютором много клиентов немецких с германии с в бельгии вы знаете есть часть на немецком разговаривает будет запись сефир обязательно оставлю чернику дешевую можно в голландии купить прям в любом перегораничном городе куда даже представляете меня я встал четыре утра такая думаю где же мне чернику купить за подешевле вы не поверите что работающим маме у меня одна цель дожить до вечера и чтобы вечером я смогла спать лечь и ко мне никто не приходит поэтому я не буду искать дешевую чернику или черно или дешевые яблоки или что-то каком году вы приехали бельгию почему выбрали именно эту страну привет из него я не выбирала эту страну посмотрите пересмотрите мой эфир я меня сюда перевезли и я не выбирала выбрали мои родители все спасибо большое друзья я закругляюсь еще к это вопрос я знаю английский очень хорошо очень нидерландский живу в антверпене подскажите насколько важно еще лучше еще у французский немецкий а на каком уровне а что насчет арабского турецкого это полезные реки лучше не тратить время артем ну зависит конечно от вашего вашей цели я всегда говорю французский нидерландский английский то приорти и плюс немецкий если вы можете у вас есть сила на все эти языки топ-топ и вы можете учить все языки не одновременно потому что вы с ума сойдете и запомните одну вещь если вы учите языки вы должны использовать моментально я сколько живу в бельгии я учу французский язык если бы я где-то его использовала нигде его не используя но я его люблю но не могу я его нигде использую меня нету нигде коллег не нету в окне в живого фландрии даже в бельгии если бы не сказал работодатель я бы хотела эту функцию и там нужен был французский я прям хотела бы я бы выучила потому что я говорила на нем и говорил на на французском прям я прям такая была гордилась собой но к сожалению каждый язык если вы его не используете он превращается вообще кашу так что учите обязательно турецкий арабский если вы готовы если вы хотите работать с почему вы с этими странами но все остальные все жители бельгии они все говорят на европейских языках опять зависит от того что вы хотите все последний вопрос отвечаю и убегаю скажите пожалуйста не собираешься приехать собираешься при дамбуш он знает немецкий язык нидерландский нет но курсы идти не хочет водитель со всеми категориями возможно найти работу конечно водитель это востребованная профессия водители фуры все и с прицепом так вообще молчу немецкий говорит отлично ну все-таки надо онлайн учить хотя бы бельгии работают даже иностранцы которые не говорят на языке но вы представьте что случилась какая-то фигня какая-то проблема как можно будет и полиция часто останавливает там проверка или что-то я не понимаю как можно жить в стране без языка тогда уж не фландрия тогда уж не знаю как магазин ходить а как сломался у вас интернет кто за это отвечает жена или муж моей семьи же муж кто звонит на одну нотариусу там адвокату случилось что проблема с детьми срочно поехать в больницу что будете на немецком везде разговаривать я понимаю бельгийцы всегда во всех инстанциях говорят и на английском прям вам реально повезло те кто не учат нидерландский они могут на английском многие говорят на французском многие доктора говорят на трех языках но редкость что говорят на немецком поэтому обязательно мотивируйте мужа учить язык все дайте совет пожалуйста как быстрее выучить нидерландский язык и у меня видео очень много на канале на youtube канале посмотрите у меня есть папка нидерландский язык там 20 видео думаю с подкастами с видео с сайтами совсем у меня тут есть вероника даже мучить нидерландский как-то так ладно друзья если все-таки остались какие-то вопросы задавайте в комментариях обязательно на их отвечу иду дальше работать все всех обнимаю и привет вам из бельгии пока пока